Этот Железов любит похвалить себя приплетя Икордиумова. А кого же еще приплету? Знаете, как мало у меня этих. А как их называют? Единомышленников. Приплетя этим презрением ко мне. Любит похвалить себя приплетя Икордиумова и прочих. Чем упорно держит внимание зрителя до конца ролика? Артист. Вот так. Все. Теперь я уже, ребята, не учитель. Теперь я, ребят, не садовод, я артист. Да? Но то, что он говорит о посадке косточка, в общем-то, правильно и ценно. То есть он связошел до меня. То есть все, что я говорю о посадке, правильно и ценно. Семена нужно сеять мелко. Вот это он имеет в виду. Мелко. Практически класть на поверхность почвы и сверху присыпать слоем земли или листьями. Или другим материалом, даже досками. Это будет соответствовать их природному самосеву. Внимание! Учитывая то, что семена предпроста не способны самозаглубляться, посев на глубину 5 сантиметров. Это не только 5, это минимум 5. Посев на глубину минимум 5 сантиметров. Как рекомендуют ученые-агрономы, естественно, в будущем ничего хорошего не приведет. Здесь он прав на все 100%. Ну, спасибо, что зашел до меня. Вот. Но все равно, какой-то он был призрительный. Так. Добрый день. В зимовку ушло 27 семенцев ваших абрикосов. Подзабыл укрыть от мышей зайцев. Надеюсь, не скажут, будет на что привить. На сливы местные плохо приживаются. Вот. За два года только 4 успешных перебоя. В этот год удар не берет, были плодушки. Итак, 27 семенцев. Внимание! Имея 27 семенцев, дальше слово логично. Черенки на прививку. Если они с моего же сада делают эти 27 и эти плюс, тогда получается 100% ну, 99% это особая работа, она не имеет равных на всей России. Вот так вот. Нам бы еще приучить абрикосы к сливу, сливы к абрикосам. Терн с сливом, а сливы к терну, терна, абрикосы, абрикосы, терну, перчика к абрикосу, абрикосы к перчику. Все это впереди. Общерная работа. Вот догадайтесь с первого раза. Вот. Это вся клюхо. Почему я начал с этой фотографии? А? Почему? Если бы, это, я бы был бы президентом Академии наук, министром, ну там, высшего образования и науки, министром сельского хозяйства. Вот. Любого, у кого есть власть и деньги, я бы сказал, каждому из них дал бы особое задание. Через пять лет вся страна еще не покрелась бы садами, но уже истинно была бы. Вот эта арестировательная девушка, берем с края. Заметили, что здесь девушек большинство? Вот. Молодые, здоровые. Сибирьки, сибирьки, как правильно? А, сибирячки. Вот возьмем любую, вот самую, допустим, белую ей дается задание. Посадить пятьсот абрикосов, четыре стопа прошло в рост, а дальше начинает она над ними издеваться. Поняли? Сто пересаживаем, сто не пересаживаем. Уста, ну, то есть тысяча, тысяча. Следующая, тут надо брать этим. Я почему дошел до всего сам? У меня масштабы были огромные. Ну, сад, только яблок было, около двух тысяч плавносящих. Ну, сад на пять гектар. И еще был сад. Так вот, значит, сто абрикосов, которых отрезаны нижние скелетные ветки. А как же, почтим, уважаемых этих, выпустите виряджек. Виряджек уже учат все равно отрезать нижние скелетные ветки. Сто отрезали, а сто не трогали. Ждем год, два, три, четыре, пять. Так же все. А как же, все записываем. Простите, не совсем здорово. Вот, сейчас записываем, записываем. Ну, вот. Следующие дамы. Опять много, чтобы их было 300-500. Побелили. Побелку уже не берем. Это все просто покрасили специальными красками. И столько же, 200-300-500 не красим. Понимаете? Потом. Следующая дама. Вот уже третий по счету идет. Берет эти 300 саженцев. Растит на месте. Вот просто растит на месте. А другие 300 пересаживает. Но как пересаживает? А, три варианта. Пересаживает, отрезая полную крону. Это я называю прожелезовым. Где-то особики придумали, но и тут же и забыли. Вот. И третий вариант. Пересаживаем. Ну, не трогаем крону вообще. И опять. Смотрим, смотрим. И таких примеров у меня должно быть. Я бы всю эту бригаду застала. У меня 100 тысяч косточек. 100 тысяч. Это не считая. А если посчитать, может быть и 200 тысяч. Вот так вот. Вот это вот ради этого слова проводить вебинар, ребята. Кто-то может этот частник спокойно наш. Просто обыкновенный. Может это сделать не. Вот. Причем, я предлагаю другое. Вот всех 27 садов. У него будет прекрасный сад. Вот. Ну, пусть еще больше сидят. Ну, пусть 20 будет. Это просто дачный сад. Вот. У нас такие. Есть, ребята, 5-10 абрикосов. И на рынок тащат 5-10 ветер. Уже плодов. Правда, я доставил на другом. Будьте добры, купите сыновей мажорского абрикоса. У них гены королевского, там, бая, там, манитобы, вот этот, 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 этот обык. Чуть не сказал еще одно слово. На боку хэ. Так вот. Потом. Значит. Когда они вырастут, даже не привитые, вам, а вы же их продадите. В лесной посадили, а вы сегодня продали. А я вам потом покажу. У меня есть. Есть же это только, ну, как говорится, пока не по теме. Козлярская фирма Флора продавала мажорская абрикоса и мои, мои фотографии. 300 рублей в одном случае, 700 рублей в другом случае. Ну, разница где-то между ними. А на самом деле они были с Молдавией. Вот. Но что делать? Наверное, все это давно мертво. Но дело-то в том, что те, которые вырастут, мои, косвечки превратят в 71-летний весной. Посадил, осенью продал. Несколько месяцев. Нигде таких не бывает. Такого быстрого оборота денег. Никогда, нигде больше. И тот, кто вырастет, начнем с ваших соседей, потом друзей соседей, потом соседей друзей. И так далее, и так далее. И придет время, они через 4-5 года, 5 лет заплодносят. Пересажные, где-то на 3-4 года заплодносят. Вы же будете продавать. И тогда никто вам морду не набьет. А это будет в первой случае, когда никто не потребует деньги обратно. Плоды понравятся. Ну, и так далее. Вот это вот наведало мне вот это вот письмо. Да, Егоров, Дмитрий. Москва. А, мы вам еще кусочек, вы еще кусочек показали. Ну, и правильно. Вот. Он 27. Сенецу поприналось мало. Я вас одобряю. Так. Ну, чтобы поднять настроение, обычно, вы знаете, если я играю роль двух полицейских, злой полицейский, добрый полицейский, обычно злой побеждает. А здесь я выходил. Очередной раз я опять добрый побеждает. Вот это было прямо с экрана снятых. Тут мои я не смог даже их эти четверть неделю скопировать не смог. Зал сфотографировал. Ну, чтобы работать. Там было заказы, довольно солидный заказ. А рядом с заказом отзыв. Итак, яблони и груши. Груши. Схожность с юссурийской 25%. Ну, если еще у меня купят по такому же принципу, как этот товарищ, черники и груши, высад, сладкий, обеспечен. Так. Близках 100%. И яблони, и груши. Отлично. Манчжурские из 150. Ну, что я скажу? Учитывая, что человек впервые это сделал, 50% достаточно состоялся. Сыны Манчжурши. Вот что интересно, да? Манчжурец оказался противный, половина взошла. А Сыны Манчжурши 100%. А Амур 100%. Амур 100%. Амур Сенцева 90%, Королевский 50%. Какой он капризный такой. Тут надо не брать 10 штук, а брать 20-30. Чтоб чудно дождаться. Королевский 50%, Байлевский 50%, Рыжий 50%, Серафим 50%. И ему показалось, что это нормально. Вот. То есть, он меня камнями кидать не стал. Дела похуже. Сево-Уссурийская 30%, так себе. Вишня Степная 20%, так себе. Жальдарь Мелитополь 10%, 1 из 10. Разочарован. Артём 0%. Не проклюлось ни одна. Ну, что я скажу. Ну, маленькая... Вот, хотёп тебе есть.